Турция вывела свой золотой запас из Соединенных Штатов Америки. Центробанк Турции в течение 2017 года вывел весь золотой запас республики из Федерального резерва Соединенных Штатов Америки, где он находился на хранении. Об этом пишет газета «Хорьет». Как отмечает издание, решение о сокращении количества хранимых в Соединенных Штатах Америки золотых слитков Анкара приняла на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном по ряду региональных и двусторонних тем. Систематический вывод золота из Федерезерва начался в 2017 году. В США хранилось около 28,7 тонн этого драгметалла, указывает газета. Факт вывода золота подтверждается и в обнародованном ранее в апреле официальным отчетам Центробанка Турции. В графе об имеющихся в Федерезерве Соединенных Штатов Америки золотых резервах республики по состоянию на 2016 год значится цифра в 28,689 килограммов, а по состоянию на конец 2017 года стоят прочерки. Общий объем золотого резерва страны, как следует из отчета ЦБ, оценивается в 564,6 тонны или более 20 миллиардов в долларовом эквиваленте. Как поясняет издание, выведенное из Соединенных Штатов Америки золото было частично возвращено в Турцию, а также переразмещено на хранение в Европе, в частности в Центробанке Великобритании и Банке международных счетов в Швейцарии. Итак, перед вами такая таблица голосования. Как вы предпочитаете хранить сбережения? И пять вариантов ответа. На счетах в банках, в иностранной валюте наличкой, наличкой в рублях, покупают золото и другие драгометаллы, у меня нет сбережений. Учитывая, что четвертый год подряд доходы населения падают, я считаю, что большая часть наших соотечественников не имеет никаких сбережений. И давайте проверим, насколько это правда. Итак, вы можете удостовериться, что у 53% наших соотечественников вообще нет никаких сбережений. То есть люди работают годами, работают, а сбережений у них нет. Недавно рубль опять рухнул, и курс евро и доллара выросли. Это очередной был удар не для олигархов, а именно для населения. Население бедствует уже четвертый год подряд, и очень хочется верить, что ситуация в ближайшее время изменится. Подписывайтесь на наш канал, и вы будете в курсе всех самых интересных событий. Всего доброго и до новых встреч!